Hi guys! Надеюсь у вас все nice. Друзья, некоторое время назад один из акционеров канала написал мне личное сообщение, где говорит Дима, посмотри канал 54, крупный канал, более миллиона подписчиков уже у них, где вышла прямая реклама от авторов канала, в которой они рассказывают о неком чудо-сервисе по покупке автомобиля с автоаукционов. Поначалу я отнесся к этому скептически, думаю, ну блин, какой-то автоаукцион, а потом сижу и думаю, в нашей экономике на сегодняшний день, мягко говоря, попа. Мы заезжали совсем недавно в автосалон посмотреть новую Camry, так ценник на нее на топовую версию практически 2,5 миллиона рублей. И естественно, я недолго думая зашел на этот сайт и начал рыться на нем смотреть и думаю, а почему бы нам не снять спецрепортаж, разобраться, что он у себя представляет, мало ли, он действительно полезный, поможет нам сэкономить. Именно поэтому в этом видеоролике, сегодня 19 апреля, мы его будем снимать в течение недели, соберем всю информацию, попробуем пройти регистрацию, выиграть автомобиль, приехать. Я возьму с собой автоподборщиков, посмотрим, что нам в реале притащат, пощупываем автомобиль, поговорим о цене и посмотрим, что же из себя этот сервис представляет. И сделаем выводы, хороший он или плохой. Так сказать, объективный видеоролик про все плюсы и минусы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, для вас пройдет всего лишь 20 минут, а для нас пройдет целая неделя. Прыгнув с крыши, мы переносимся за мое маленькое скромное рабочее место. Друзья, прежде чем вам показать сайт, я хочу попросить всех тех, кто во всем всегда видит подвох, вдохнуть, выдохнуть, потому что сейчас по сути будет очень много рекламы. Сейчас вы увидите рекламу страховых компаний, рекламу сайта, рекламу нашей фирмы, которая занимается рекламой, рекламой брелков по 350 рублей, которые вы можете купить. Суть в следующем. Показываю все как есть. Вот так вот выглядит сайт, который занимается продажей автомобилей через акцион. salesmictorg.com Значит, он на самом деле очень коротенький, очень простой. Такой, знаешь, я бы сказал, засекреченный сайтик. Все, что здесь есть, это вот. Все, весь сайт. Значит, что он из себя представляет? Здесь расписано о том, что вы можете купить автомобиль, там до 50% ниже рыночной стоимости. Как это происходит, кто они такие, откуда у них автомобили и, собственно, с кем они работают. И здесь в основном страховые компании, включая Альфа Страхование, Тинькофф Страхование и другие организации. Кратенько рассказываю, откуда у них автомобили. Вот смотрите, есть различного рода организации юридические, которые создают себе автопарки, и после этого по какой-то причине, неудач, они банкротятся. Эти автомобили забирают все страховые компании. Зачем они им нужны? Правильно, они им не нужны, им нужны бабки. И они обращаются вот к этому ресурсу и говорят, вот смотрите, у нас там есть условно 20 автомобилей, нам нужно их продать. Как они определяют начальную сумму цены? На данный момент мне пока что неизвестно, в процессе видеоролика я постараюсь с этим разобраться. Какие есть гарантии, что вы, выиграв этот автомобиль, приедете и он не будет у вас битым? Никаких гарантий абсолютно нет. Единственное, за что ручается этот сервис, это то, что автомобиль будет юридически чист. Что вы, приехав с ним в ГАИ, у вас не станет вопросов, типа он угнанный, либо еще что-то оформить вы его всегда сможете. Но в каком состоянии был автомобиль, никто не знает. То есть беглый осмотр какой-то там проводится. Всю информацию я эту беру непосредственно с самого сайта, позвонив по телефону, проконсультировавшись с их менеджерами. Поэтому вторичка это дело такое, нужно приезжать и детально смотреть автомобиль, проверять его на битый. Так как в процессе эксплуатации, возможно, что-то с ним было, и об этом удачно умолчали, не сказали. В общем, сами все понимаете, вторичка код в мешке. Сервис существует порядка 6 лет, если верить официальной информации, подобного рода аукционы, например, в США, проводятся регулярно и уже очень давно. Люди покупают, также вы можете зайти на YouTube, посмотреть другие видеоролики, где люди принимают участие, и там та же самая история. Ты приезжаешь, автомобиль будет юридически чистый, это очень важно. Потому что он может быть битый, в убитом состоянии, запросто. Сейчас мы зайдем и сделаем простую регистрацию, а после этого посмотрим, какие у нас подвозможности откроются по данному сайту. Секундочку, вроде бы, прошло порядка 20 минут. Смотрите, регистрацию я прошел. На самом деле, все это элементарно, как обычно. Почта, телефон, отправляете, вам приходит пароль, звонит человек, и все вам рассказывается. Вот мы, получается, получаем ссылку в почту электронную, заходим на нее, открывается у нас вот этот сайт. И что меня здесь приятно удивило, на самом деле, в первую очередь, это yurimon.com. Это тот самый сервис, с которым мы работали, чью рекламу я, собственно, размещал как-то на канале. Смотрите, звонит человек, и вам все рассказывают детально про этот сайт. Покажи, пожалуйста, поближе. Первый раздел, автомобили с повреждениями. Я сюда зашел, здесь все машины прям реально убиты. В общем, чтобы их купить, здесь нужно отдельный договор сначала заключать. Мы их не рассматриваем, потому что, я думаю, мне и вам большинству, а это нафиг не надо, это, скорее всего, полезно будет для перекупов. Второй раздел, это как раз-таки наш, автомобили с пробегом. Далее есть раздел ремонт, ТС, автозапчасти. В общем, мы это не смотрим, мы сюда пришли непосредственно за машиной. Друзья, время идет. Маленько поднастроил микрофоны, как вы знаете, они у нас новые, поэтому сейчас я их как раз-таки тестирую. В первую очередь, хочу прям сделать акцент. Я никого из вас не призываю, не тяну за уши, прям все бросить, бежать по ссылке, смотреть этот сайт, покупать машины там. Мы сейчас проводим эксперимент и смотрим, что из этого получится. Прошло, наверное, минут 30. Я зашел в этот раздел, все посмотрел. В общем, здесь сейчас порядка 127 лотов. И в основном своем автомобили идут коммерческие. Это Мазы, Камазы, Фольксвагены. Из седанов я нашел Мерседес один ЦЛС. Но он полтора миллиона, и пока что никто даже не сделал шаг по цене. И более-менее приземленное, что здесь есть открытое, это Шкода Рапид. Вот она была стартовая, цена 350 тысяч, сейчас 423. Это живой аукцион, потому что буквально 15 минут назад ценник был 410 тысяч рублей. А автору запрыгнул сейчас, сделал фильтр. Вот такой автомобиль, вот в 17-й год, белая механика, стоит здесь примерно 615 тысяч рублей и выше. Были цены за 500 тысяч рублей, но там автомобиль вообще желтого цвета, именно таксишный. В общем, я попробую сейчас с этим аукционом посражаться. В любом случае, за счет того, что за участие здесь денег не берут, я его выиграю. Я прямо дойду до конца и посмотрим, на чем он остановится. Поэтому, как только будет стоп, а аукцион у нас завершится в 3 часа ровно, мы продолжим наш эфир. Вот моя ставка, получается 425 тысяч сейчас, пока лидируем. Понятное дело, сейчас наверняка кто-то будет перебивать. В общем, ждем финала. Итак, мы выходим на финишную прямую. Буквально 5 минут держится моя ставка, 470 тысяч. Больше пока что никто не поднимал. Покажи, пожалуйста, сблизи. Значит, что заметил в процессе? Вот этот таймер, который показывает оставшееся время, периодически боил. Нажимаешь, например, он тебе говорит, осталось 30 минут. В общем, не совпадения были, надо обновлять периодически. Вот 56 секунд, 55. На самом деле, если ценник сейчас никто не перебьет, опять же, мне интересно. Вот не может ли человек сейчас взять там за 20 секунд и сделать ставку? Потому что делаешь ставку, он буквально делает задержку 20 секунд, и после этого он ее обновляет и пишет, типа, ваша ставка лидирует. Вот. 470 тысяч на данный момент, это, на мой взгляд, крайне низкая цена, потому что вот на том же самом Автору примерно начинаются автомобили по цене от 500 тысяч рублей, 510 и выше. Подчеркиваю, 17-й год, рапид на ручке. В общем, посмотрим, что сейчас произойдет, вот так скажем, в режиме онлайн. И как дальше будут разворачиваться события. 7, 6, 5, 4. Все, стоп. Что это такое? Предложение, не подожди. Закончилось, что ли? Ага, информация. Это новый лот, получается, тот все, слетел. А слетел в каком плане? Я выиграл или я не выиграл? Или сейчас? Ну, судя по всему, закончился он. Почему-то так странно, что не пишут. Ура, там, победа или не победа. Ну, в любом случае, посмотрим, что сейчас будет дальше. Я думаю, по идее, должны позвонить, либо пройти даже какое-то уведомление на почту электронную. В общем, сейчас все по-честному. Прям покажу, что будет. Камеру пока что не выключаю. Ну, как вы, притушу, будет звонить, на звонок ответим вместе с вами. В общем, прошло полчаса, тишина, никто не отвечает. Я начал шариться по личному кабинету. Вот так это происходит, все дело. Вот. И я, в общем, нажимаю на выигранный лот. Но почему-то отображается мой кабинет. Ну, возможно, это все относится к моему кабинету. И вот мой лот висит 470. Я опускаюсь ниже. Вы победили. Но при этом никакого звонка не происходит. Поэтому я открываю их контакты. И сейчас по вот этому номеру звоню. И спрашиваю, что там, как там, какие мои дальнейшие действия. Значит, для чистоты эксперимента звоню при вас. Но все самое лишнее вырежу. Так, 649, 91, 99. Просто странно. Я как бы представлял себе так, что какое-то будет, знаешь, оповещение на почту электронную. Что здрасте, вы выиграли аукцион. Поздравляю. Здравствуйте. Оставайтесь на линии. Вам ответит первый свободный сотрудник. Добрый день, компания Мегас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Вот первый раз сегодня зарегистрировался у вас на сайте. Выиграл аукцион по Шкоде Рапид. Вот полчаса прошло. Что-то никакой обратной связи нет. А как быть-то дальше? Что делать? Так, а номер вот у вас есть? Да, 83644. Так, сейчас, одну минутку. Так, Шкода Рапид, 17-й год. Да, белый цвет на механике. Дмитрий, да? Да, да, да. Да, Дмитрий, смотрите, машинку вы действительно выиграли. Она готова к продаже. Вы ее можете осмотреть по адресу Смирновская, там 25. А скажите, пожалуйста, если я приеду осматривать, вот я посмотрю автомобиль, если что-то меня с ним не устроит, я могу отказаться? Или как это вообще будет происходить? Да, вы... Если вас что-то не устроит, вы можете отказаться. Машина в том состоянии, как указано на фотографиях и как было описано на аукционе. И с точки зрения юридической чистоты, то есть не может быть такого, что я приеду, а потом перед регистрацией выяснится, что она там в угоне, либо еще что-то? Нет, с точки зрения юридической чистоты вы полную гарантию получаете. Можете проверить документы перед оплатой, и там все будет в порядке. Я понял. А приезжать когда можно машину смотреть? Приезжайте по предварительной договоренности, так, в будние дни, в рабочее время мы работаем. Я понял. То есть сначала вам должен позвонить, сказать, что собираемся выезжать, и после этого подъехать уже можно будет посмотреть. Да, да. Я понял. Все, по этому же номеру звонить предварительно. Я понял, чтобы вам было все видно. Что? Я говорю, по этому же номеру предварительно звонить перед выездом. Да, да, звоните по этому номеру. Я понял. Все, хорошо, спасибо. Сейчас с тобой будем думать, когда выезжать. Спасибо. В общем, действия мои сейчас будут следующие. Как я вам говорил, мы туда поедем с подборчиком, потому что его слова там, да, да, там, юридическая чистота, все как по описанию на фотографиях. В любом случае, я возьму с собой ребят, потому что у меня лично нет даже толщемера. Приедем, посмотрим и послушаем, что скажут они. Сегодня четверг, сегодня точно никуда нет, наш день рабочий идет. Вот. Ну, сейчас созвоню с ними, выберем день, и после этого отправимся. Как говорится, для вас проведет одна секунда, а мы уже переместимся во времени. Друзья, вот так вот раз и уже пятница. В общем, события разворачиваются гораздо стремительнее, чем я думал. Созвонил с я со своими подборчиками, они мне заявляют следующее. Субботу, воскресенье эти отдыхают, а следующую неделю мы не сможем, уезжаем в другой город. Поэтому пришлось выбивать срочное время по работе, выезжать сегодня, пятница уже на дворе. И мы сейчас отправляемся именно смотреть автомобиль. Время сейчас примерно 10 утра. Друзья, наконец-то мы доехали смотреть автомобиль Шкода Рапид. Вышел менеджер, отдал ключи, говорит, снимайте, делайте все, что хотите. Я всего лишь продавец, понравится машина, забирайте, не понравится, идите нафиг. Я приехал не один, встречайте, мой друг Михаил, это подбор Би-Би. Привет, Миша. Тот самый человек, про которого я вам рассказывал. Миш, расскажи нам кратенько, какой у нас сейчас процесс действий будет? Процесс мы изначально будем осматривать юридическую сторону автомобиля, нарушение винтовлички. Потом мы осмотрим кузов на предмет наличия крашных элементов. Ну и, соответственно, посмотрим машину по блокам, по ошибкам, по пробегам. И сделаем общий вывод. Да, сделаем общий вывод и дадим заключение по данному. Парни, все те, кто считает, что реклама, просто расслабьтесь, мы вам показываем, как есть. В общем, посмотрим, все вам по-честному расскажем. Поэтому мы приступаем к работе. Поехали. Друзья, смотрите, осмотр занял примерно 20-25 минут. Мы посмотрели автомобиль. Напоминаю вам, 2017 год. Пробег у автомобиля 29700 километров, 1.6. Механика, в общем, самая базовая версия. Миш, скажи, пожалуйста, вот вы посмотрели автомобиль. Что с кузовом? Кузов на предмет окраса, он чист, ровный, окрас вторичных нет. Есть вмятина на двери, но она очевидная. Тут, может быть, не специалисты, но ее понять. Бампер передний имеет скол снизу и притертость снизу. Задний бампер, вероятнее всего, красился. Он стоит не по зазорам и немножко отличается тональность. В остальном кузов у нее абсолютно ровный. Полировка здесь, в принципе, не нужна. Пробег маленький, не затертый. По кузову все хорошо. А вот вы смотрели по ошибкам. Вот у вас там вылетали ошибки. Ошибка была создана всевшим аккумулятором. Из-за того, что сел аккумулятор, по цепи пошла ошибка. Мы ее сбросили, ошибка не повторяется. То есть все ровно, никаких там на пробеге на другом ничего не было. Все ровно, все хорошо. То есть пробег здесь 100% можно быть уверенным, что он родной. Это ее пробег на 100%. Желтые номера. Желтые номера. Эта машина была оформлена на компанию, которая занимается услугами извоза, что называется. Машина именно сама не имеет лицензии на такси. То есть это не таксичная тачка. По большому счету при продаже, если ты ее купишь и будешь ее продавать, ты не получишь проблемы от покупателя на тему того, что, блин, она в такси, ее не купить. Да нафиг это надо. Нет, этого не будет. Машина будет чиста. То есть в этом проблем нет. Миш, касаемо документов, что у нас получается? По документам нареканий нет. Машина юридически чистая. Она была оформлена на юридическую компанию. Потом веб-лизинг. В компании смогла оплатить по обязательствам. И машину забрали обратно. С точки зрения, вот если бы я сейчас пришел бы и реально забирал его, какие-то проблемы у меня могли бы в реале возникнуть для себя? Приехал бы сейчас с этими документами в ГАИ. Она же там частично была что-то арестована. Потом есть договор о расторжении всего этого дела. В ГАИ приезжают. Точно не будет такого? Нет, я посмотрел документы, которые ребята прилагают здесь. И никаких проблем быть не должно и не будет. То есть у них есть все документы о расторжении, есть документы о продаже. То есть вообще никаких проблем нет. Миш, ладно, я там приехал с вами. Вы занимаетесь подбором автомобилей. Я ее в принципе покупать не хотел. Что делать людям, которые реально захотят купить машину? Ну, возможно, вот как им проверить документы? Правда, неправда, честно, нечестно. Мой совет для людей, вот те, которые не понимают, как быть, вот обратитесь в компанию по подбору. Не обязательно в мою. Их много. Но не жалите денег, сэкономите, потеряете. А так, если вот прям пригорело и нужно самому, то первое очередное, это смотреть на продавца, да? Анализировать его, потом пробивать его по всем всевозможным данным, базам, где только вот можно проверить физическое лицо, да, если мы говорим. Потом винмашины вбивать везде, куда только можно, где вот можно проверить, туда и вбивать. И если мы говорим про юридическое лицо, вся та же самая последовательность. То есть вот старайтесь прям максимум информации на рейс везде, везде, у судебных приставов, там, может быть, какие-то судебные производства на него идут, и потом вы его купите, и у вас его заберут по судебному решению. То есть вот прям по максимуму, старайтесь везде залезть. Слушай, вот давай еще смотрю, с точки зрения техническое. Вот 470 тысяч, как бы, я ее, получается, должен забрать. Бампер надо, по идее, пооткрасить, дверь. Ну, понятное дело, то, что можно делать, не делать, но если это все посчитать по деньгам, примерно 30 тысяч рублей, ну, как минимум, сюда можно будет вложить. Диски те же самые, тормозные, поменять с колодками. Вот. Итого ценник получится 500 тысяч рублей. Как ты сам считаешь, это нормальная цена для этой машины? Я могу сказать так, что эта цена для нее идеальная. В плане того, что машины начинаются вот на рынке 510. Ну, за нормальный вариант, с пробегом в 60, 65 тысяч рублей, ну, плюс-минус, да, там можно оставить запас. Но при этом здесь ты получаешь машину с пробегом в 29 без окрасов, ну, есть мятинка, можно без покраски убрать. В принципе, вариант хороший. Друзья, ну, вот от себя хочу сказать одно. Смотрите, за счет того, что машина была оформлена на компанию, на ней ездил человек, который, как бы, ее использовал именно как повозку. Сел, завел, поехал. Именно поэтому есть какие-то притертости, там, то есть, ну, понимаете, небрежная эксплуатация. И плюс, на мой взгляд, здесь один в том, что ей нету 30 тысяч еще километров. Потому что если бы она там прожила бы 2-3 года и накатала бы 1100, то, я думаю, сейчас состояние было бы гораздо печальнее. Но за счет того, что пробег еще небольшой, то есть, плюс-минус, живой вариант. Ну, это, я бы сказал, прям живой вариант. Относительно денег, это прям живой вариант. Ну, видно даже в целом, открываешь, как бы все равно смотришь. У меня даже сохранился запах новой машины. Парни, вот вы многие сейчас скажете, я прям уверен, вот я вижу, мы общаемся, стоим, и я прям уверен сейчас скажу, что один ролик сплошная реклама. Человек написал, мы попробовали снять, но вот такой формат получился. В любом случае, любому из вас, я рекомендую, если вы заходите на подобный сайт, на любое другое что-то ищите, вот Михаил, честно, говорит правильно, нужно обращаться к подборщикам, чтобы потом не кусать локти, не говорить, я приехал, она была классная, а в итоге она была битая, либо еще что-то, либо арестованная. Надо проверять, потому что, например, на объявлениях не было указано о том, что на машину налагался арест. Они приехали, они это увидели, задали вопросы прямые, но люди показали, говорят, у нас есть договор о расторжении. То есть с этой стороны плюс-минус все чисто. Друзья, время делать выводы. Смотрите, менеджеру по продажу, ну, к счастью, попался адекватный человек, я сказал, что покупать ее не буду на основании того, что потертости, притертости, я ожидал другого. Хорошо, что это просто менеджер по продажам, он вышел, говорит, мне вообще пофиг, будешь что ее брать, не будешь, я здесь работаю, смотри, нравится, не нравится, приезжай, покупай. Я это изначально оговаривал по телефону, все это есть даже в этом же видеоролике. Что у нас? Рапидик? Никого из вас я за уши не тяну и не призываю все бросить, бежать по ссылкам, смотреть. Я ее оставлю только для любопытных, потому что наверняка кто-то захочет зайти, посмотреть, какие еще здесь есть лоты. Подчеркиваю, регистрация простая. Ни фамилии, ни паспортных данных, ничего вам указывать не нужно. Вы можете зайти, посмотреть, мало ли, кому-то это будет полезно. Не будет полезно, да ради бога. Друзья, на этом у нас все. Я думаю, данный портал и его рекламу вы будете сейчас частенько встречать, раз началась какая-то рекламная кампания на других каналах. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, пишите ваши комментарии, все, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки, дизлайки. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok